Вот я перед вами показываю сейчас свод аргументов на 90 страницах. Здесь 45 оснований незаконности договора банковского займа. Все расчеты Ермека Нарамбаева так и остались без внимания. Больше 40 заемщиков Каспийбанка надеялись на суд апелляционной инстанции, хотя каждый понимал, в таких вопросах суд вряд ли встанет на сторону простого народа. О том, что по кредитам ставки завышены, да еще и имеются скрытые проценты, знают лишь те, кто каждый месяц платит свой кабальный заем. Судья Кожаханова же ничего незаконного не увидела. Апелляционный суд постановил, решение Гостендыкского районного суда по делу оставить без изменения. Апелляционная жалоба из суд оставить без удовлетворения. Поставление вступает в законную смелость с момента его оглашения, может быть обжаловано. Официальный процент по кредиту 25. По исследованиям защитника Нарымбаева на практике эта цифра доходит до 500%. Однако банкиры утверждают, что все расчеты оппонент сделал неверно. Я понимаю, здесь замешана большая политическая составляющая и многих чиновников судебной системы, которые, к сожалению, на всех уровнях прикрывают коррумпированную банковскую систему. Нам остается лишь сложить лапки и жить обреченно всю жизнь, либо бороться за справедливость, доказывать ее. Сложить лапки – это для красного словца. Заемщики Каспий Банка борьбу продолжат. Есть еще суд кассационной инстанции и Верховной. Ведь проиграть битву еще не означает проиграть войну. Субтитры создавал DimaTorzok